Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У нас сегодня грузинские хинкали, которые я очень люблю, как вы знаете, и уже снимаю не первый раз. Я посмотрела в плейлисте и увидела, что очень уж давно не было грузинских хинкали. И еще мама приготовила вот такие вот интересные розочки, хотя вам не очень видно, но это роза, сделанная из... Из чего она сделана? Ну, в общем. Украшение любого стола просто. Ссылка на грузинские хинкали. Будет в инфобоксе, я уверена, что вам понравится. Получились они вот такие вот аккуратненькие. Мы один раз готовим. Кидаем в морозилку. И уже на протяжении где-то недели у нас есть грузинские хинкали. Очень удобно, почти как пельмешки. Макаем в соус. Рецепт на соус, кстати, я тоже вам оставлю. Я обожаю именно с этим вот соусом. Просто самое то. Просто если вот с кетчупом вы покушаете, вы поймете, какая большая разница. Выпиваем бульон, который есть внутри, сочный. Я сегодня была на дне рождения. Вот только сейчас вот пришла. Так весело прошло. Давненько я уже не была, знаете, на дне рождения, на котором вот все вот прям супер просто. Была огромная компания. И мальчики, и девочки. И настолько все весело, интересно. Классно. Вкусная еда просто там, знаете, нажралась. Как же вкусно. Сейчас вы, наверное, спросите у меня есть. На дне рождения было так все вкусно. Чего же ты пришла домой и снимаешь мукбанг? А все очень просто. Дорога домой была очень длинная. По дороге я проголодалась. Решила снимать для вас. Немного же здесь всего. Всего-то навсего сколько штук? Девять штук или восемь. Как вкусно. Хотела я прям там зайти в прямой эфир в инстаграме. Но потом я вспомнила про вопросы, которые в последнее время мне задают. И вопросы, на которые я не хочу отвечать. И когда прямой эфир, ты просто не знаешь, что делать. То есть, тебя просто вгоняют в тупик. Мне кажется, если человек не хочет отвечать на какие-то вопросы, эти вопросы лучше ему не задавать. В последнее время что-то у меня все мучное. Но я люблю. Мучное это прям слабость. Пельмешечки очень люблю. Грузинские хинкали. Вроде казалось по одной и то же, но вкус другой. Вкусно очень. А еще, кстати, на дне рождения был блогер один, с которым мы познакомились. Очень интересная личность. Я очень люблю знакомиться с разными людьми. И бывать в разных компаниях. Когда ты узнаешь новых людей из вообще другой сферы, да, какой-то. Например, врачей. Вообще интересно с такими людьми общаться. Я вот очень хочу пойти на танцы, как я вам говорила. Сколько бы у тебя подписчиков бы не было, иногда просто хочется какого-то общения с подругой. Вроде подруги у меня тоже есть, и все круто, честно. Но мне хочется каких-то новых знакомств. Поэтому я хочу пойти на танцы обязательно. Вы знаете, что в инстаграме я снимаю всякие танцы. Я согласна, что получается не супер. Но я стремлюсь. Я стремлюсь к лучшему. Я думаю, что со временем у меня будет получаться лучше. Просто уговариваю свою подружку пойти вместе со мной на танцы. Во-первых, это спорт. А спорт это круто. Если ты умеешь танцевать, это тоже круто. Вы знаете, когда я была где-то, наверное, во втором классе или в третьем, я очень хотела пойти на танцы или вообще в какую-то секцию на гимнастику или научиться рисовать. У меня всегда было стремление как-то развиваться. Но проблема была в том, что у родителей не было, знаете, особо такой возможности, чтобы, во-первых, водить меня куда-то. Все эти секции, они были платные. Даже элементарно вот эта гимнастика, которая у меня, кстати, замечательно получалась. Я просто смотрела по телевизору, как другие, например, дети, девочки по художественной гимнастике, там какие-то конкурсы, они делают шпагат. Я просто пыталась повторить, у меня это круто получалось. Вот. И просто честно, я не виню своих родителей. Просто реально не было на это возможности. Я всегда понимала своих родителей. Вот на художественную гимнастику ходить, это не только месячная плата, это еще и эти костюмы вот эти. Они очень дорогие. Каждое соревнование, они в разных городах. Туда нужно ездить. Все всегда упирается в деньги. А когда родители там отказывали в чем-то, я всегда понимала. Я не знаю, может просто дети поменялись или времена как-то поменялись. Когда я вижу в магазине, например, ребенка, который плачет из-за того, что родитель не покупает ему что-то. А я вспоминаю себя в эти годы. Мне кажется, в те времена, наверное, в 2000-е, дети были иначе, чем в 2020-м, например, году. Мне было как-то стыдно в магазине просить у мамы что-то, а вдруг у мамы нет денег. То есть я прежде всего думала об этом. И те дети, они были такие реально. Не только я такая была, вообще все такие были. А сейчас я смотрю на детей очень разбалованные. Не знаю, наверное, легко судить, так как у меня еще нет детей. Но мне кажется, если у меня будут дети, я буду их воспитывать в строгости. Это обязательно. Даже если у меня будет на это возможность, я не буду покупать своему сыну машину, как сразу ему стукнет 18 лет. Я ему скажу, знаешь что, сначала попробуй, поработай, посмотри, как зарабатываются деньги. Потом уже. Мне кажется, это круто. Мы жили настолько бедно, что мне очень хотела джинсовую юбочку, как у своей одноклассницы, как у многих моих одноклассниц. И мне просто стыдно было говорить это маме, потому что я знала, что у нее нет денег на это. Вот. Но все равно я была счастлива в эти годы. Я считаю, что мое детство было самое лучшее детство в мире, потому что в то время не было планшетов, не было интернета. Так что все было круто. Да. Да. Как же вкусно, ребята. Это вообще нечто. А что-то в этот раз у меня ничего не течет. Все прям круто. Я только доедаю до конца, у меня в голове сразу мысль «Хочу ешо». Ешо. Ешо. Где ешо есть? Только сказала, ничего не пальца. Все. Сразу все разводилось. В покупных, кстати, грузинских ингалях очень мало кладут мяса. И они на вкус совершенно другие. Вот совершенно. Наверное, это делается в целях экономии, но они, во-первых, и поменьше, и, во-вторых, как будто тесто там больше. Осталось всего два печалька. Кстати, вот девочка мне задавала вопрос в Инстаграме насчет моего маникюра. Часто ли я его меняю? Это, знаете, когда как, вот в этот раз у меня сразу сломался вот этот ноготочек. Наверное, я буду делать коррекцию только его. Не охота все переделывать, но обычно у меня маникюр держится очень долго. И это, на самом деле, очень круто. Во-первых, это экономит время. Во-вторых, материалы. И когда немножко отрастает маникюрчик, мне от этого как-то, знаете, ну, не стыдно. То есть я хожу так, в принципе, нормально. Когда лак отколотый, вот это вот мне реально неудобно бывает. Кажется как-то неопрятно, некрасиво. А когда немножко отросли ногти, в принципе, ничего страшного, я думаю. Я очень люблю делать маникюр сама себя. По крыльям. Мне даже бесплатно предлагают там салонам сделать за пиар. Я думаю, нафига. Если я сама умею, сама делаю дома. Зачем мне переться? Зачем мне идти в другой конец города? Что-то кого-то отмечает, еще что-то. Если бы у меня было чуть больше свободного времени, я бы, наверное, продолжила вот это свое хобби. Вообще, мне очень нравится индустрия вот этой красоты. Я бы, наверное, если бы не университет, если бы я решила не поступать, я бы пошла, отучилась на визажиста, или на мастера маникюра, или на парикмахера. Ну, не знаю, визажист, насколько у меня получится, все потому что, как вы видите, всегда стрелки я себе рисую разные. Но это, возможно, из-за того, что как бы я не училась этому, не проходила никакие курсы. Быть может, все люди, когда начинают эту профессию, они тоже не являются профессионалами в этой области, а потом учатся как бы. Я считаю, что, во-первых, это интересная профессия, она прибыльная, и еще как-то ты самовыражаешься, мне кажется, она в какой-то степени творческая. Моя работа, она вообще не творческая. То есть, вообще, никак. Ребята, как же это было вкусно! Это просто, знаете, такой перекус перед сном, но реально очень вкусно. Хотя я не была голодная, но если бы я их бы не села, я бы не смогла заснуть. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк этому видео. Я вас всех очень сильно люблю. С вами Блайка Эмили. Всем пока!